Приоткрыть за кулисье, поведать о творческих поисках, рассказать о наболевшем, но с юмором, без обиды. Где, если не на Капустнике? Три брянских театра, драмы юного зрителя и кукольной подвели итоги года. Ключевая мысль Капустника – поиск потерянных зерен разумного, доброго, вечного – перекликалась с объявленным в России годом волонтерства. Что за зереном потеряли? Разумное, доброе, вечное! А вот таких нахваток не находилось? О-о-о! Ни черта не нашли, никакие добрые дела, все не сделают. Я себя беда, беда, полотенок совсем не чувствую. Какой бы ни была главная тема, артисты всегда найдут возможность посмеяться над собой. Это стало понятно из номера «Бабки тех внуков». На сцене драматического театра хит «Не для меня» популярного брянского ансамбля прозвучал в неожиданной интерпретации. «Не для меня построен как, не для меня большой и малой». «Блазка про меня не знают и только брянские звезды». Еще одна больная мозоль наших актеров – современные формы в театральном искусстве. На чашах весов классическая драматургия и новаторские решения. Вопрос баланса подняли в сценке репетиция пьесы «Три сестры». Историю с временной пропиской театра «Кукол» в Тюзи также перенесли на сцену. В кулинарном шоу, вошедшем в программу «Капустника», именно кукловоды оказались без своего котла. Театр «Кукол» будет готовить вашим котлем? Нет! Ну возьмите их, это временно, ну потерпите! Не обошелся «Капустник» и без интерактива. Зрителям предложили поучаствовать в игре наоборот – отгадать измененные названия спектаклей. Горе от ума стало счастьем от глупости. Преступление и наказание – подвигом и наградой. Кошкин дом – мышкиной норкой. По итогам викторины главным знатоком репертуаров брянских театров признали Адель Зайцеву. Стараюсь по возможности посещать брянский драмтеатр и по возможности, по времени, по своему свободному практически на всех спектаклях бываю. После «Капустника» состоялась долгожданная церемония вручения театральной премии «Успех». Жюри конкурса оценило 11 спектаклей трех театров. В этом году председателем жюри является Евгения Тихона Розанова. Это театральный критик, театровед из города Москвы, который, в принципе, уже давно дружит с Брянской областью и посещает, в том числе, все наши театры. В этом году премия «Успех» оказалась без номинации «Лучшая женская роль». Зато выбрали две мужские. Жюри конкурса «Победу» присудило Александру Кулькину, который мастерски изобразил Иоанна Грозного в спектакле драматического театра «Кириллин день», и Владимиру Аверину за роль Герасима Маргаритова в постановке «Тюза. Последняя любовь». Большое приобретение для меня просто чисто профессиональное, чисто человеческое. Очень много вещей, о которых я раньше не задумывался, теперь о которых начинаю задумываться потихоньку. Вот, пожалуй, это самое большое приобретение. Мне важно, с кем я работаю, потому что это мои самые любимые. Это театр – это семья. С любовью, с желанием, с уверенностью друг в друге, а самое главное – в уверенности, что мы несем блестящее, красивое, интеллигентное русское слово и русский театр зрителю. Театр «Кукол» отметили специальным призом за стилистическое единство ансамбля в спектакле «Лягушка-путешественница». Лучшим дебютом признали игру Евгении Новиковой в постановке «Тюза. В моем сердце нет страха». А лучшая режиссерская работа у Анатолия Слюсаренко за спектакль «Кириллин день». Екатерина Карманова, Сергей Любецкий, События Брянск.